добрый день решила выйти на улицу пройти сегодня у нас хорошая погода солнышко светит дождя нету ветра нету гулять хочу я сегодня опять буду голос за кадром буду вам показывать и рассказывать где я живу если вам интересно какие у нас дома в канаде еще может о чем поговорим постараюсь не очень долго потому что мои видео слишком длинные всегда получается когда я начинаю разговаривать ну что делать люблю поговорить наверное все блогеры любят поговорить наверное на этом и основано блогерство что люди которые любят поговорить они любят поговорить даже сами собой а вот этот дом кстати хотел вам показать смотрите они выставили хэллоуинских чудищ и надели на них маски перчатки написали stay home don't make it wash это значит но оставайтесь дома не ухудшать ситуацию как да ребят креативный выглядит достаточно страшно ну на хэллоуин у нас вы знаете да выставляют всяких монстров возле дома вот они их решили оплачивать в коронавирусные наряды маски перчатки вот так вот такие типичные типичные дома типичный пригород канадский онтарио здесь очень очень принято ухаживать за своим участком и вот сейчас внутри talvezit сделает formation behind us awd это вообще такой знаете как автоматический афганаде это вообще такой знаете как национальный спорт есть люди ни раз куда-то не поедут и не купит себе что то но дом будет содержаться в идеальном порядке дом и все что вокруг дома перед домом за домом здесьande очень принято ухаживать за своим приусадебным так сказать участком и вот сейчас ты здесь можете немножко рано, а когда станет теплее, то здесь просто начнут высаживать все свои какие-то там кустики, цветочки, все это будет очень красиво. Я тоже как бы это делаю, но я очень плохой садовод, потому что я, ну потому что я плохой садовод. И на самом деле, когда весной все начинают вот эти вот высадки и посадки, ковыряться на своих участках, я тоже, знаете, поддавшись все общие вот эти истерии, покупаю какие-то цветы, какие-то растения, начинаю высаживать. Во-первых, я смотрю вокруг, как это делают люди, а во-вторых, мне просто стыдно перед соседями, что все что-то сажают, а я вот такая вот нерадивая хозяйка, которая не высаживает ничего. Ой, опять ветер поднялся, фу-фу, как плохо. Как только я начинаю снимать, то ветер, то острову, где-то на велосипедах, что-то мне как-то не везет совсем. Так вот, я тоже, значит, начинаю втыкать какие-то цветочки и растения в свой приусадебный участок, перед домом. Ну, как бы, понимаете, за них надо ухаживать, их надо поливать. Я, в принципе, так это сначала делаю, вот это доедает каждый день, каждый день поливать, кормить эти цветы. Ну, в общем, это день июля, они у меня, как правило, уже имеют очень бледный вид. В сентябре они у меня засыхают намерто, что, в принципе, и нормально, они не должны засыхнуться к сентябрю. Вот, а я вот, знаете, что бы хотела показать? Вот здесь вот, видите, такой трейл, ну, как бы, вход в лес, парк в лес. Мы туда не пойдем, потому что там сейчас некрасиво. Видите, еще нет листьев. И все такое серое с этой стороны, и через дорогу тоже. Вот такой же. Когда наш город строили, они намеренно строили дома так. Дома строились таким образом, чтобы часть, как бы, леса, который здесь был оригинальный, перед постройкой города, остался нетронутой. Это было сделано специально, чтобы, ну, как бы, оставить такие парки, зеленое насаждение. Это не парк, это, на самом деле, оригинальный лес, который здесь был. Просто его не тронули, чтобы у людей была возможность там гулять, ну, как бы, вообще, чтобы оставить какие-то зеленые зоны в городе, что, в принципе, очень приятно. Так что каждый, в принципе, район имеет выход в такой, в такой парк, как бы, в принципе, лес, ну, там, когда скамеечки стоят, как-то его облагородили. Смотрите, как его дерево красивое. Я ничего не понимаю. в Ботанике. Я не знаю, как оно называется. Но очень красивые розовые цветы. Даже уже немножко облетели, по-моему. Че-то рано. Такие елки голубые красивые. Ай-яй-яй. Красота. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я куда-то забрела. Очень красивый район, на самом деле. Я даже не знаю, как мне теперь немножко отвезти вокруг от своего дома. Повернуть три раза вокруг своей оси, я не найду дорогу домой без GPS-а. Хорошо, что у меня есть телефон. Сейчас я, наверное, включу карту и пойду, потому что я увлеклась разговорами. Изобрела куда-то, что я, честно говоря, не знаю, где я нахожусь. Но место очень красивое. Район красивый. Я вам сейчас немножко еще посниму его. Видите? Симпатичные дома. Я понимаю, что это очень близко от моего дома. Но это какая-то боковая улица, в которой я никогда не забредала. Ну, по причине того, что это, видите, здесь как бы кольцо круговое, кольцевая улица. Она заканчивается, она идет по кругу. То есть здесь нет выезда куда-то в какой-то другой район. Это просто вот район, который заходит с центральной улицы, идет в сторону. Ну, по кругу идет улица, чтобы здесь не ездили машины, чтобы не было тихо. Вот. Район красивый. Дома красивые. Видите? Здесь район. Я вам, кстати, сейчас покажу. Вот он кончается вот такой вот круглой площадью, как бы такой. То есть сюда заезжают люди только, которые здесь живут. И видите, кроме меня здесь никого нет. Потому что здесь, в принципе, ехать некуда. Здесь нет выезда. То есть вы заезжаете по улице сюда. Вот так вот. И только по кругу можно выехать потом назад. То есть здесь людям чужим делать нечего. Здесь только приезжают люди, которые здесь живут. Таким образом они себя отгораживают от людей, которые могут сюда заехать просто так, чтобы у них было тихо, чтобы не ездили машины, чтобы не заезжали незнакомые, малоизвестные люди. Здесь много в Канаде таких улиц, которые вы заезжаете, а там тупик на самом деле, потому что они так сделаны специально, чтобы никто не ездил. Чужаки, так сказать. Ну, имеют право. Все. Буду на этом заканчивать. Пойду домой. Пойду искать дорогу домой. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Видео, наверное, опять получилось длинное. Буду рада видеть вас на своем канале, если вы подпишетесь, если вы поставите мне лайк. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Bye.